Задают часто вопросы, уважаемые братья и сестры, в директе, задают вопросы так, то есть если я не молюсь, ну пощусь, принимается ли мой пост или нет? Или задаются вопросы, я знаю, что за оставление намаза Аллах Субхану Аталию наказывает, то что ключ к раю это намаз, это саля, то есть что может меня побудить не оставлять молитву? В Аллаху Алям, самое лучшее побуждение, дабы делать благие дела, не оставлять это, это на немножко остановиться, забыться и посмотреть вот на эти могилы. То есть год назад еще не было так переполнено, за год сколько людей умерло, там и молодые тоже похоронены, не только старые люди, и молодые, и сейчас вот во время пандемии мы, свидетели, много людей тоже ушли из-за этой жизни, то есть она смерть переходит внезапно, у смерти нету, то есть она не приходит за определенным возрастом, а именно Аллах Субхану Алям предопределил, и Аллах в Коране сказал, У каждого человека свой срок в этой жизни, и когда наступает срок, ангел смерти ни на час раньше, ни на час позже не приходит за душой, а именно все свое время. Поэтому, уважаемые, братья и сестры, сколько нам осталось жить в этой жизни? Да, Аллах Субхану Алям, всем нам долгих лет поклонения, но Аллах знает, когда заберет душ, это произойдет через год, через 10 лет, через 20 лет, сегодня, завтра, послезавтра только Аллах Субхану Алям знает, мы с вами должны быть готовы. Верующий человек не боится умереть. Почему? Потому что смерть, она, каждый человек вкусит смерть. Каждый человек вкусит смерть, но, однако, верующий, он должен быть готовым ко встрече с Аллахом Субхану Алям. То есть, придет время, когда мы всегда сюда, когда мы с вами ляжем в могилу. Рано или поздно, мы должны быть готовы, уважаемые братья и сестры. Поэтому, о те братья и сестры, которых кто-то читал намаз, молитву и оставил. То есть, в благие дела, первое, это ухейд, это единобожие. И также, это что, молитва, ас-саля. Ас-саляту мифтаху л-джанна. Ас-саля, как-то брак Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Ключ к краю, это намаз. Ключ к краю, это ас-саля, молитва. Человек, который говорит, завтра я начну, завтра я начну молиться. Что его останавливает? Что его останавливает поклоняться Всевышнему Аллаху, субхану а-та-алям? Или он до конца не поверил в то, что он уйдет из этой жизни рано или поздно? Или он до конца не поверил в слова Всевышнего Аллаха, в аятах, где Всевышний Аллах, субхану а-та-алям, сказал... Обитатели рая обратятся в Судный день к обитателям ада. И скажут, что же вас вело в Саакар, одно из названий, одно из видов Джаханнама? Ада. На что первый ответ, Мы не были из числа молящихся. Мы не читали намаз, мы не молились. Когда Муавин говорил, спешите на молитву, мы оставляли. Мы не молились, мы не спешили поклоняться Аллаху, субхану а-та-алям. Уважаемые братья и сестры, поэтому молитва. Пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, с Камбуния, и Саламу, аля Хамс. Ислам упирается на пяти столпах. Первое. Шахада, ан ла Иллахи, илла Аллах. Уэнна Мухаммада, Расулу Аллах. Свидетельство, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. И то, что Мухаммад, Раб и посланник Аллаха. Второе. Икама салля, чтение молитвы. Пятикратная молитва. Чтобы одну молитву прочитать, нам нужно примерно 5 минут времени. Чтобы один раз одну молитву прочитать. 5 умножить на 5, 25 минут. Это не в одно время, а в разное время. Пускай будет полчаса, пускай даже будет час. Из 24 часа подарок Аллах нам дал с вами. 24 часа бесплатно. Аллах требует один час, дабы посвятить молитвы, посвятить салят. Верующий человек должен понимать то, что если ключа в руке нет, то как он откроет дверь рая? Пророк Мухаммад сказал Ключ к раю это намаз Ключ к раю это ассаля Также Аллах говорит в Коране Пояси молитва Отдаляет, запрещает человеку делать все плохие дела и греховные дела То есть защищает она тебя Также успокаивает сердце Аллах в Коране говорит Вспоминание Всевышнего Аллаха успокаивается сердце Рок Мухаммад сказал То кто поминает Аллаха И тот кто не поминает Аллаха То есть тот кто молится и тот кто не молится Подобно живому и мертвому Пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям Пересмертью Три раза произнес Ассаля 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 Ва ма малакат айман Молитва 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 Намаз 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 И обращайтесь должным образом тем Над кем вы взяли руководство То есть три раза повторил Пересмертью И с этими словами ушел из жизни Пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям Обычно когда человек пересмертный Когда состояние Он сам о самом важном говорит Человек приходит навещать в больницу Там дети приходят навещать в больницу своего отца И он уже чувствует что смерть где-то рядом Собирает всю семью Говорит Я уйду из этой жизни Тот ты мне должен там Заберите у него долги Этому я должен отдать тебе долги Давай я на тебя перепишу там дом На тебя землю На тебя машину На тебя бизнес То есть о самом важном О чем ты важном хочешь сказать Наставление дает А пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям Мне, тебе брат, тебе сестра Всем нам Он что-то сделал последнее наставление Сказал Ассаля 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 Молитва, молитва, молитва Намаз Намаз И с этим покидал жизнь С этим покинул жизнь